Англо-немецкая принцесса, ставшая русской святой. В год столетия трагической гибели великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой в Одинцовском и Красногорском районах прошел крестный ход. Он объединил паломников из разных городов России, были гости из зарубежья. В этом году помощь в проведении мероприятия оказали волонтеры свыше 20 общественных организаций Одинцовского района. Большинство – молодежь. Многие впервые помогали крестоходцам. Нас попросил тренер, наш наставник. Мы были, конечно же, не против. Решили помочь, посмотреть первый раз. Дождь, конечно, немного помешал, но настроения остались положительные. Все прошло хорошо, было интересно. Я уже хожу в течение четырех лет. Нас всегда просят помогать. Помогать наша помощь состоит... Мы организуем... До этого мы приезжали, собирали пакеты с едой, с сухопайками такими. И наша помощь заключается в... Мы встречаем приезжающих, направляем их куда, там, нужды переодеть, как-то рассказываем, устаканиваемся. Потом мы, наша самая главная задача, мы идем вдоль крестного хода, чтобы крестный ход, ну, шел в одном русле и не расплывался по дороге. На этом мероприятии мы собрали около 20 волонтеров с нашего университета. И мы помогали во всем, что просили паломники. В просветительском центре Усова-Спасская решили поблагодарить ребят за их безвозмездное служение в деле сохранения памяти о святой преподобном ученице Елисавете. Вначале гости посетили Спасский храм, где приложились к частице животворящего креста Господня. Далее поднялись на колокольню, возвестив жителям окрестностей о своем радостном пребывании в Усово. Каждый из них внес свой вклад в то, чтобы крестный ход состоялся. Бывает так, что в ППХ, в силу большой занятости, некоторых волнений, приготовлений к тому или иному празднику, отсутствует элемент именно общения с простыми рядовыми нашими помощниками, сотрудниками волонтерских организаций. И поэтому было принято решение, чтобы в один из спокойных дней выбраться сюда, к нам в храм, совершить небольшой молебен, помолиться совместно, посмотреть храм, что-то глубже узнать, услышать друг друга. Та радость, та энергия, с которой ребята включились, они просто наполняли светом все наши мероприятия. Поддержали крестный ход более 120 волонтеров. Это школьники, студенты, спортсмены, общественники, прихожане храмов Одинцовского благочиния. На встречу в Усово смогли прийти не все. Каждому добровольцу было передано письмо с благодарностью за их труд и надеждой, что сотрудничество будет продолжено. Мария Подъепольская, Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.